Здравствуйте! Это проект «В гости» и сегодня с нами норвежский театральный режиссер Мортен Боргерсон. Здравствуйте! Мортен Боргерсон – норвежский актер, режиссер и писатель. Как актер Мортен сотрудничал со многими скандинавскими театрами, затем попробовал себя в режиссуре, а с 1998 года руководил театром Ипсена. Примечательно, что Мортен Боргерсон и Генрик Ипсен родились в одном городе Норвегии – Шиине. В 2012 году Мортен заявил о себе как писатель, выпустив свою первую книгу, а годом позже приехал во Владивосток, чтобы поставить спектакль Анна Каренина. Вы здесь, в Владивостоке, уже во второй раз работаете над постановкой спектакля. На этот раз это норвежский драматург Генрик Ипсен, пьеса «Кокольный дом». Скажите, в который раз в своей жизни вы профессионально соприкасаетесь с этим драматургом? Я сделал не так много постановок по Ипсену, две или три. Кроме того, я как актер участвовал в трех или четырех его пьесах. Вообще у него около 25 названий, так что впереди еще много работы. Российская публика наверняка ждет от норвежского режиссера особого понимания этой драматургии. На ваш взгляд, в чем основной посыл этой пьесы, ваша трактовка ее? Пьеса написана в 1879 году, но ее удивительная особенность в том, что она о нас с вами, живущих сегодня, о наших отношениях. Она о горестях и радостях, об ожиданиях и той роли, которую мы порой ошибочно приписываем другому человеку. Она также о желании доминировать в отношениях, о том, что мы не способны дать свободу даже самым близким людям. Вообще, я думаю, что представить подобную историю, случившуюся в наши дни, очень легко. В свое время эта пьеса стала довольно скандальной в Европе, но сейчас, когда феминистический мир, особенно европейский мир, может ли так остро восприниматься те проблемы, о которых говорит Ипсон? Я думаю, что эта пьеса может быть провокационной даже для настоящего времени. Скандально не то, что главная героиня разрывает отношения, а то, что она готова покинуть собственных детей. Мать, которая так поступает, нарушает социальные табу. Это выглядит провокационно еще и потому, что после всех этих завоеваний, феминизма и борьбы за равные права, положение вещей понемногу возвращается в прежнее русло. Молодые женщины в Европе больше не хотят независимости. Напротив, они хотят выйти замуж за состоятельного человека, иметь возможность не работать, а посещать спортзал, играть с детьми и заниматься собой. То есть их абсолютно не заботят все те мысли, которые волнуют Нору. Я думаю, важно еще раз напомнить людям об этих проблемах. Вы, как режиссера, ведь наверняка очень объемно и с разных сторон обдумывали это произведение. То, чем заканчивается пьеса, вы внутренне додумывали, какова дальнейшая судьба главной героини могла бы быть? О, об этом сложно рассуждать. Возможно, она бы справилась с ситуацией и сумела найти способ начать другую жизнь. Возможно, она задумалась бы о получении образования, ведь, будучи замужем, она реализовывала себя только в семье. И никогда ничему не училась, кроме школьных занятий. Думаю, она была бы готова начать работу над собой, и мне кажется, что к мужу Нора бы никогда не вернулась. Вместе с тем, не стоит забывать, что пьеса Ипсона — это не только ее история. Это история отношений двух людей. В определенном смысле, муж героини — это некий продукт, сформированный теми устоями общества и обстоятельствами жизни, в которых он находится. Торвальд тоже испытывает на себе давление социума, который диктует, каким должен быть статус мужчины, его поведение и так далее. И мне кажется, что наша версия пьесы дает зрителю понять, что не только она, но и он взглянул на жизнь другими глазами. К финалу истории он начал многое понимать. Вы справедливо заметили, что эта пьеса о двух людях, но тем не менее именно образ героини, образ Норы стал одним из каких-то талонных, что ли, в мировой литературе, в мировом искусстве, потому что отсылки к этой героине можно встретить и в современном кинематографе, и в современной литературе. Как вы считаете, в чем магия этого образа, почему он так много лет, так много десятилетий продолжает волновать умы и людей искусства? Да, я согласен с тем, что Нора стала своего рода иконой для женщин Европы в эпоху либерализации общества. В этом смысле Ипсен, безусловно, первый драматург, который представил миру героиню такого типа. Но проблема в том, что когда люди выбирают кого-то своей иконой, они очень упрощают этот образ в своем восприятии. Нору стали считать слишком буквальным борцом за некие идеалы, при том, что она абсолютно им не является. Она эгоистична, в чем-то глупа, в чем-то очаровательна. Она очень многогранная и неоднозначная, как и мы с вами. К тому же она из числа весьма успешных манипуляторов, которые практикуют это до тех пор, пока не осознают, что, живя таким образом, они обманывают самих себя, играют чужую роль. Роль, которую от них ожидают, увидев реакцию мужа на свой поступок. Нора понимает, что и он не тот, за кого она его принимала. Она понимает, как много неправды в их отношениях. Вернемся к работе с актерами. Ведь вы искали своих героев здесь, во Владивостоке, среди актеров Трумпы театра Горького. Какие ключевые качества вы искали в актерах, выбирая свою нору и остальных ключевых персонажей этой пьесы? Я уже работал с этой труппой раньше, во время постановки спектакля «Анна Каренина», которая, к слову, тоже воплощает в собой классический образ женщины, посмевшей нарушить устои общества. Правда, в ее случае последствия оказались трагичными. Так вот, актеры были мне уже хорошо знакомы, и когда я получил предложение вернуться во Владивосток с новой постановкой, то решил, пусть это будет Ипсен. Я точно знал, кто может сыграть Нору. Это Яна Мялк. Для меня она — воплощение этой героини. В дальнейшем я выбрал актера на роль Торвальда. Им стал Сергей Лисенчук. Забавно было то, что для Сергея я устроил кастинг по скайпу, поскольку находился во Франции в тот момент. Но в итоге все прошло успешно, и сейчас идет плодотворная работа со всеми актерами. Вообще, если режиссер приступает к работе над кукольным домом и задается вопросом, кто же сыграет Нору в моем спектакле, то ему точно стоит повременить с этой постановкой. А если говорить о сценическом решении этой пьесы, о том, какую музыку вы используете, какую сценографию, это нечто, отсылающее нас к концу XIX века, когда написана была пьеса, или это современные декорации, современная музыка, все более осовремененная? Мы делаем спектакль скорее вневременным. Да, на сцене есть вещи, отсылающие нас к эстетике XIX века. Но в целом сценография решена в минималистическом ключе. Мы используем немного предметов, делая акцент на работу со светом. Свет играет важную роль в каждой из сцен спектакля. У нас также задействовано несколько современных предметов реквизита, поскольку они выполняют роль связующего звена между реальностью пьесы и нашей сегодняшней действительностью. Мне бы хотелось, чтобы зритель провел эти параллели между вчера и завтра. Я думаю, многим нашим зрителям будет очень любопытно узнать, что вы родились в том же городе, в котором родился Ипсен. Можно ли говорить о каком-то влиянии образа этого человека на вас на протяжении вашей жизни, взросления и становления? Он родился там так много лет назад, я его точно не встречал. Поэтому говорить о влиянии я не могу, но сам город очень гордится этим фактом. Я жил неподалеку от семейной фермы Ипсенов, ходил в ту же школу, где когда-то учился он. Однако, когда мой отец пытался рассказать мне об этом великом человеке, Я на тот момент считал это очень скучной информацией. Только став старше и начав читать пьесы Ипсена, я понял весь масштаб этой личности. Обучаясь в актерской школе и входя в этот материал, я понимал, что его драматургия — лучшее, что может встретиться на пути актера. Его тексты сотканы из множества слоев, вскрывая которые, ты постигаешь все новые и новые смыслы. Если немного отвлечься от именно этого проекта, который осуществляется здесь в России, и говорить в целом о вашей работе, какая театральная жизнь вам интересна, какие проекты вы выбираете, по какому принципу? Что вам нравится делать в современном театре? Я много работаю с классическими пьесами, поскольку нахожу их наиболее интересными и наполненными смыслом. Это не значит, что я отрицаю современную драматургию. Просто в своей работе чаще обращаюсь к классике. Она всякий раз ставит перед нами вечные вопросы об отношениях между людьми, о понимании друг друга, о том, как услышать самого себя и как себя изменить. Я нахожу, что чем более непредсказуемые и противоречивые вещи мы вытаскиваем на поверхность, тем сильнее мой интерес к такой работе. Я как собака, все время принюхиваясь и выискиваю для себя подобного рода темы и тексты. Вот сейчас, когда у вас уже осуществляется второй опыт постановки в России, первый раз это была работа с русским автором, второй раз вы работаете с норвежским автором, если бы вам предложили сделать на ваше усмотрение третью работу здесь в России, выбрав и драматурга, и пьесу, какая бы работа эта была? Не знаю, честно говоря. Во многом зависит от того, какими актерами ты располагаешь. Вообще я очень хочу поставить здесь или где-то еще шекспировского Гамлета. То есть Гамлета у нас среди владивостокских актеров вы уже присмотрели? Уже нашел. Это очень интересно. Я надеюсь, когда-нибудь осуществится этот ваш проект. Спасибо большое, что были с нами. Удачной премьеры. Субтитры сделал DimaTorzok